Здравствуйте! Новости Дагестана на телеканале ННТ в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях. Тест на COVID-19 дал положительный результат. В Дагестане официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Считают по головам. Овцеводческие хозяйства республики активно развиваются. Специалисты миссельхозпрода побывали в нескольких хозяйствах, расположенных в Баба-Юртовской зоне отбонного животноводства. Анжи в духовном центре. Футболисты воочию увидели размах грандиозной стройки. Подробности в спортивном блоке. В Дагестане официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор Дагестана. Заболевший госпитализирован и находится в инфекционном боксе. Определен круг лиц, с которыми он контактировал. Контактные лица изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Напомним, что накануне с подозрением на заражение в республике были госпитализированы 9 человек. Предварительные тесты на COVID-19 дали положительный ответ. Однако для окончательного заключения биоматериалы были направлены в Федеральный научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, где и подтвердился первый случай заражения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил факт заражения коронавирусом сотрудника администрации президента. Об этом пишут ведомости. Песков подтвердил информацию о том, что заболел один из сотрудников администрации президента. О ком именно идет речь, пресс-секретарь не уточнил. По его словам, заболевший не контактировал с президентом Владимиром Путиным. Это соответствует действительности, сказал Песков журналистам. В связи с чем принимаются все необходимые санитарные и эпидемиологические меры, добавил пресс-секретарь. В России, согласно данным оперативного штаба, на 27 марта было выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве – 703. По данным Роспотребнадзора, около 20% от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими. В связи с нарастающей пандемией коронавируса к дагестанским журналистам и блогерам обратился начальник управления администрации главы и правительства Республики Дагестан по информационной политике Зубайру Зубайруев. В частности, он сказал, что все вы знаете, что в мире набирает обороты пандемия коронавируса. Специалисты признают, что самым эффективным методом его профилактики является самоизоляция. Многие дагестанцы все еще недооценивают грозящую всем опасность. На улицах, в магазинах, в парках все еще собираются люди, даже те, для кого вирус представляет особую опасность старшее поколение. Дагестанцы продолжают шумно играть свадьбы, собираться в широком семейном кругу. В социальных сетях продолжаются наивные, неуместные подобные ситуации обсуждения, что все это не всерьез и любая предосторожность свидетельство паники. Мировая практика последних недель показывает, насколько опасна такая беспечность. И мы считаем, что нужно сделать все, чтобы вовремя предупредить и обезопасить дагестанское общество. В республике по-прежнему продолжают функционировать мечети. Сегодня была проведена еженедельная пятничная молитва. Все богослужение проводилось в укороченной форме. До мероприятия предварительно была проведена дезинфекция. Остается один вопрос. Будут ли открыты мечети, если ситуация с вирусом усугубится? На него ответил первый заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджималаев. Скажите, пожалуйста, почему не закрыты ДСП мечети и будут ли они закрыты в будущем? На сегодняшний день в Муфтия Республики Дагестан не поступало ни одного официального обращения от государственных структур о просьбе закрытия мечети или прекращения джума-намаза. Если будут официальные обращения, то на основе этих обращений будут соответствующие меры приняты о закрытии мечети. Касательно пятничного дня максимально сокращен совершенный порядок пятничной молитвы. Также всему населению будет объявлено, чтобы они воздержались максимально контактированно с людьми, в том числе, чтобы они находились дома, проводили время с семьей, чтобы они без острой необходимости дома не покидали. А также все профилактические работы проводятся. Это дезинфекция, это санитарная обработка мечети до посещения молитвы, после посещения молитвы. Муфтия Дагестана рекомендует воздержаться от рукопожатия при выражении соболезнования. Руководитель отдела ФЕТ Муфтията Дагестана Зайнула Аттаев разъяснил, что воздержание от рукопожатия при выражении соболезнования в исламе не является ни греховным, ни порицаемым. Многие продавцы на рынках и в магазинах на фоне пандемии заметно повысили цены на продукты. В связи с этим Муфтият Республики призвал предпринимателей быть справедливыми и милосердными, и учитывая возможности населения придерживаться лояльной ценовой политики в торговле и не завышать цены. Уважаемые братья и сестры, мы видим, как в мире ведут борьбу против опасной инфекции коронавируса. На этом фоне из разных источников к нам поступает информация о завышении цен на продукцию. В этой связи Муфтият Республики Дагестан призывает предпринимателей быть справедливыми и милосердными, и учитывая возможности населения придерживаться лояльной ценовой политики в торговле. Пророк, саллиллаху алейху ассаляму, в хадисе говорит, да простит Аллах грехи того, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал, когда покупал и когда требовал свой долг. Дорогие дагестанцы, жители нашей Республики всегда славились сплоченностью и единством. Так давайте же из-за незначительной временной выгоды не будем обманываться. Пусть Аллах сохранит наше общество от бед и болезней. В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса. Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения единого государственного экзамена. Он начнется 8 июня, отметили в пресс-службе ведомства. 21 марта зампредкомитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев выступил с предложением сделать основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционным. Министерство здравоохранения Дагестана отвело Республиканский центр инфекционных болезней под госпиталь для больных коронавирусом. По словам главы Министерства Джамалдина Гаджи Ибрагимова, данное решение принято на тот случай, если возникнет ситуация с расширением эпидемии COVID-19. Центр оснащен всем необходимым оборудованием и аппаратами для искусственной вентиляции легких. В наличии также резервные стационары. В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 миллиона рублей. Как передают РИА новости со ссылкой на документ, если действия юридического лица во время режима чрезвычайной ситуации или в период действия карантина повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, то на организацию будет наложен штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. Или последует приостановление деятельности на срок до 90 суток. Штраф для граждан может составить 300 тысяч рублей. Для должностных лиц 500 тысяч рублей. К другим темам. Овцеводческие хозяйства в Дагестане активно работают. Развитие отрасли дает аграриям возможность увеличивать объемы производства и поставлять на рынок шерсть, молоко, мясо и даже сыр. Накануне специалисты Минсельхозпрода республики побывали в нескольких хозяйствах, расположенных в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства. Специалисты ожидают благоприятных результатов. После прошедшей зимовки овец, после теплой зимы ожидается хороший приплод. Всего должно окатиться чуть более 900 тысяч овцематок. Из них примерно 460 тысяч уже окатилось. Футболисты Анжи посетили строящийся духовный центр. Игроки столичного клуба всем составом пришли на экскурсию в духовный центр пророка Исы, мир ему, и приняли участие в строительстве мечети пророка Мухаммада. Подробнее в материале моего коллеги Камиля Девятого. Это первый раз, когда игроки футбольного клуба Анжи пришли на стройку. Гостям рассказали о ходе строительства и провели небольшую экскурсию по духовному центру. Одно из главных, что может сплотить команду, это вот такие мероприятия. Я думаю, что это одно из тех мероприятий, которое реально может команде помочь выбраться из той ситуации, в которой мы находимся. Поэтому все, что можем, делаем. И вот в плане духовном тоже помогаем, да, как можем. Громкие победы и обидные поражения – все это история легендарного махачкалинского клуба Анжи. Но основная победа, как считают сами игроки команды, это прийти и помочь в строительстве самой большой мечети в Европе. Вот пришли всей командой внести свой вклад в такую замечательную мечеть. В Европе одна из самых больших, как-то свой этот, оставить здесь отпечаток. И благое нам будет идти за это, за каждый кирпич. Вот решили всей командой прийти здесь, оставить свой след. Добрые воспоминания от экскурсии сохранятся надолго. Игроки Анжи, засучив рукава, потрудились на народной стройке. Грузовик, полный кирпичами, только смотивировал спортсменов на работу. Идея потрудиться всей командой пришла к главному тренеру клуба Артуру Садырову. Мы очень планомерно готовились к этому дню. И, соответственно, вся футбольная команда Анжи, персонал и футбольная команда Анжи, вне зависимости от того, что есть у нас сегодня такая мировая проблема с пандемией, как мы все знаем, да, вот в эти трудные минуты мы хотели бы еще больше сплотиться. И все мы понимаем, все беды, как бы, и все хорошее от Всевышнего Аллаха. Поэтому вот своим этим поступком мы хотим, как бы, и лично нас попросить от Всевышнего, чтобы нас всех оградило от этой ужасной болезни, которая сейчас по всему миру гуляет. И по доброй сложившейся традиции команда Анжи передала эстафету благих дел своим коллегам-спортсменам. Вся команда впервые, впервые, и удивились от этих масштабов в работе. Я думаю, что это не последний визит нашей команды. Ну и, соответственно, хотел бы передать эту эстафету всем командам неравнодушным нашей республики, ЛФЛ-участникам, так сказать, да, и школе Абдулманапа Магомедова. Камиль Дебятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Не переключайтесь, смотрите нас также в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова